Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю вам вкусную татарскую выпечку. Перемечи. Они очень похожи на наши беляши, но сверху обязательно открыты. Начнем с теста. В муку высыпаем чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 11 граммов сухих дрожжей. Перемешиваем. Муки берем 500 граммов. Вливаем в муку 230 мл теплого кефира, у меня жирностью 2,5%, а также 100 мл растительного масла без запаха. Разбиваем яйцо и замешиваем мягкое, не липнущее к пальцам тесто. В итоге получается однородное, не забитое мукой нежное тесто. Миску смазываем маслом, кладем шарик теста, накрываем тонким полотенцем и ставим в теплое место до увеличения в объеме в 2 раза. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Пока тесто растет, займемся мясом. Сегодня я буду измельчать его при помощи моего нового помощника. Это мясорубка российского бренда Волмер. У меня модель М905Х Павер с овощерезкой. Металлический корпус, металлические шестеренки редуктора, а также интуитивно понятное управление, которое расположено на верхней части мясорубки. Есть две скорости, сильная и в 2 раза слабее, а также реверс, обратный ход. В комплекте идут два серповидных ножа, которые справляются с мясом лучше, чем обычные крестообразные, три решетки с разным диаметром отверстий и небольшой аксессуар для очистки решеток. А еще я рада, что есть даже крышка для лотка, чтобы он не пылился, когда вы не используете мясорубку. Прорезиненные ножки не дают скользить при работе по поверхности стола. Для начинки перемичей я беру филе бедра. Итак, включаем мясорубку, мясо нарезаем на более маленькие кусочки, также поступаем и с луком. Сегодня измельчаю мясо на средней решетке, диаметр отверстий 5 мм. Мясорубка Волмер с моим количеством мяса справилась буквально за несколько секунд, а вообще ее производительность 2,7 кг за минуту. Для начинки также можно брать смешанный фарш свинины и говядины, а вот филе грудки брать не советую, с ней будет сухая начинка. Теперь к мясу и луку я добавляю измельченную свежую петрушку, черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешиваю фарш до однородности. К этому времени готовое тесто. Поднявшееся тесто мягкое, эластичное и удобное в работе, потому что не прилипает ни к столу, ни к рукам, и дополнительно подпылять мукой ничего не нужно. Разделяем тесто на 12 одинаковых по размеру кусочков. Если взвесить, то каждый кусочек будет весить приблизительно по 75-77 г. Теперь тесто округляем. Если нет весов, то каждый шарик теста можно сравнить по размеру с мандарином. Накрываем кусочки теста пакетом и полотенцем и даем подойти 5-10 минут. Далее каждый кусочек теста раскатываем в небольшую лепешку размером с блюдцем. На середину кладем начинку. И защипываем края, приподнимая их кверху над начинкой, оставляя окошечко. Перемечи получаются аккуратными и красивыми. Перекладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. И по желанию смазываем смесью желтка и молока. Также можно смазать их еще растительным маслом, а можно не смазывать ничем. А на моем канале Яндекс Дзен есть рецепт самых вкусных жареных беляшей, которые готовит моя мама. Она делится всеми секретами их приготовления. Ссылку на текстовый вариант рецепта оставлю внизу под этим видео. А я ставлю перемечив и пекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Дрожжевое тесто на кефире остается мягким на протяжении всего времени. Начинка получается очень сочной. И за счет самого мяса, и за счет формы беляшей, так как выделившийся сок никуда не вытекает. Перемечи подойдут и на завтрак, и на обед, к супу или салату, с чаем и взять с собой на работу. Пробуйте, и вы сами убедитесь, что вкуснее беляшей вы не ели. Если понравился рецепт, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...